Ученые пока не могут предотвратить землетрясение, но минимизировать его последствия науки под силу. Руководитель проекта «Землетрясение без границ» профессор Джеймс Джексон выступил с лекцией о природе подземных толчков перед алматинскими студентами. Для изучения такого явления, как землетрясение, необходимы и космические данные, и полевые исследования. Например, в Чили, США и Японии подобный мониторинг ведется десятилетиями. Однако такая работа должна идти во всех сейсмоопасных регионах, отметил ученый. Для этого три года назад был запущен проект «Землетрясение без границ». Его цель — объединить знания и опыт ученых всего мира с целью максимально снизить последствия землетрясений. В Казахстане особый интерес представляют Тянчаньские горы. Участники проекта уже тщательно изучили причины землетрясения 1911 года, эпицентр которого находился в 40 километрах от Алматы. Такой анализ необходим, чтобы понять, что происходило в земной коре в тот момент и что может произойти потом. А это даст возможность максимально снизить риски для людей, живущих в сейсмоопасной зоне. Кроме того, считает профессор, если над проблемой землетрясений ученые разных стран будут работать одновременно, это в разы увеличит эффективность исследований. На проблему землетрясений нужно смотреть глобально. Сейчас страны Центральной Азии тоже включились в проект. Мы сможем составить мировую карту изученных сейсмоопасных зон. Мы надеемся, что казахстанские ученые присоединятся к нашим исследованиям. Еще мы хотим, чтобы ваши студенты стали активными участниками проекта. Молодежь очень коммуникабельна, и им сейчас легко найти общий язык. Ведь для науки нет границ.